Много лет тому назад в одном большом городе любезного моего отечества Германии жил когда-то сапожник Фридрих со своей женой Ханой. Весь день он сидел у окна и клал заплатки на башмаки и туфли. Он и новые башмаки брался шить, если кто заказывал, но тогда ему приходилось сначала покупать кожу. А Ханна продавала на рынке плоды и овощи со своего маленького огорода. Она была женщина опрятная, умела красиво разложить товар, и у нее всегда было много покупателей. У Ханы и Фридриха был сын Якоб, стройный красивый мальчик, довольно высокий для своих 12 лет. Обыкновенно он сидел возле матери на базаре. Когда какой-нибудь повар или кухарка покупали у Ханы сразу много овощей, Якоб помогал им донести покупку до дома и редко возвращался назад с пустыми руками. Покупатели Ханы любили хорошенького мальчика и почти всегда дарили ему что-нибудь. Цветок, пирожное или монетку. Однажды Хана, как всегда, торговала на базаре. Перед ней стояло несколько корзин с капустой, картошкой, коренями и всякой зеленью. Тут же в маленькой корзинке красовались ранние груши, яблоки и абрикосы. Якоб сидел возле матери и громко кричал, сюда, сюда, повара, кухарки, вот хорошая капуста, зелень, груши, яблоки, кому надо, мать дешево отдаст. И вдруг к ним подошла какая-то бедная одетая старуха с маленькими красными глазками, острым, сморщенным от старости личиком и длинным предлинным носом, который спускался до самого подбородка. Старуха опиралась на костыль и удивительно было, что она вообще может ходить. Она хромала, скользила и переваливалась, точно у нее на ногах были колеса. Казалось, она вот-вот упадет и ткнется своим острым носом в землю. Хана с любопытством смотрела на старуху, вот уже без малого 16 лет, как она торгует на базаре, а такой чудной старушонки еще ни разу не видела. Ей даже немного жутко стало, когда старуха остановилась возле ее корзин. «Это вы, Хана, торговка овощами?» Старуха спросила скрипучим голосом, все время тряся головой. «Да», — ответила жена сапожника, «вам угодно что-нибудь купить?» «Увидим, увидим, зелень поглядим, корешки посмотрим, есть ли у тебя то, что мне нужно». Она нагнулась и стала шарить своими длинными коричневыми пальцами в корзине с пучками зелени, которые Хана разложила так красиво и аккуратно. Возьмет пучок, поднесет к носу и обнюхивает со всех сторон, а за ним другой, третий. У Ханы прямо сердце разрывалось. До того тяжело ей было смотреть, как старуха обращается с зеленью, но она не могла сказать ей ни слова. Покупатель ведь имеет право осматривать товар. Кроме того, она все больше и больше боялась этой старухи. Переворошив всю зелень, старуха выпрямилась и проворчала. «Плохой товар, плохая зелень, ничего нет из того, что мне нужно. Пятьдесят лет назад было куда лучше. Плохой товар, плохой товар!» Эти слова рассердили маленького якобы. «Эй, ты, бессовестная старуха!» – крикнул он. Перенюхала всю зелень своим длинным носом, перемяла корешки своими корявыми пальцами, так что их теперь никто не купит. Ты еще ругаешься, что плохой товар? «У нас сам герцогский повар покупает!» Старуха искоса поглядела на мальчика и сказала хриплым голосом. «Тебе не нравится мой нос? Мой нос? Мой прекрасный длинный нос? И у тебя такой же будет, до самого подбородка!» Она подкатилась к другой корзине с капустой, вынула из нее несколько чудесных белых кочанов и так сдавила их, что они жалобно затрещали. Потом она кое-как побросала кочаны обратно в корзину и снова проговорила. «Плохой товар! Плохая капуста!» «Да не тряси ты так противно головой!» – закричал Якоб. «У тебя шея не толще кочерыжки, того и гляди, обломится, и голова упадет в нашу корзину. Кто у нас тогда что купит?» «Так у меня, по-твоему, слишком тонкая шея!» – сказала старуха, все так же усмехаясь. «Ну а ты будешь совсем без шеи! Голова у тебя будет торчать прямо из плеч! По крайней мере, не свалится с тела!» «Не говорите мальчику таких глупостей!» – сказала наконец хана, не на шутку рассердившись. «Если вы хотите что-нибудь купить, так покупайте скорее! Вы у меня разгоните всех покупателей!» Старуха сердит и поглядела на хану. «Хорошо! Хорошо! Пусть будет по-твоему! Я возьму у тебя эти шесть кочанов капусты! Но только у меня в руках костыль, и я не могу сама ничего нести! Пусть твой сын донесет мне покупку до дому! Я его хорошо за это вознагражу!» Якобу очень не хотелось идти, и он даже заплакал. Он боялся этой страшной старухи, но мать строго приказала ему слушаться. Ей казалось грешно заставлять старую слабую женщину нести такую тяжесть. Вытирая слезы, Якоб положил капусту в корзину и пошел следом за старухой. Она обрела не очень-то скорой и прошел почти час, пока не добрались до какой-то дальней улицы на окраине города и остановились перед маленьким полуразвалившимся домиком. Старуха вынула из кармана какой-то заржавленный крючок, ловко всунула его в дырочку двери, и вдруг дверь с шумом распахнулась. Якоб вошел и застыл на месте от удивления. Потолки и стены в доме были мраморные, кресла, стулья и столы из черного дерева, украшенного золотом и драгоценными камнями, а пол был стеклянный и до того гладкий, что Якоб несколько раз подскользнулся и упал. Старуха приложила к губам маленький серебряный свисток и как-то по-особенному, раскатисто свистнула, так что свисток затрещал на весь дом. И сейчас же по лестнице быстро сбежали вниз морские свинки, совсем необыкновенные морские свинки, которые ходили на двух лапах. Вместо башмаков у них были ореховые скорлупки, и одеты эти свинки были совсем как люди, даже шляпы не забыли захватить. «Куда вы девали мои туфли, негодницы?» – закричала старуха и ударила свинах палкой, что они свизгом подскочили. «Долго ли я еще буду тут стоять?» Свинки бегом побежали вверх по лестнице, принесли две скорлупки кокосового ореха на кожаной прокладке и ловко надели их старухе на ноги. Старуха сразу перестала хромать. Она отшвырнула свою палку в сторону и быстро-быстро заскользила по стеклянному полу, таща за собой маленького Якоба. Ему было даже трудно поспевать за ней. До того проворно она двигалась в своих кокосовых скорлупках. Наконец старуха остановилась в какой-то комнате, где было много всякой посуды. Это, видимо, была кухня, хотя полы вне были устланы коврами, а на диванах лежали вышитые подушки, как в каком-нибудь дворце. — Садись, садись, сынок, — ласково сказала старуха и усадила Якоба на диван, подвинув к дивану стол, чтобы Якоб не мог никуда уйти со своего места. — Отдохни хорошенько, ты, наверное, устал, ведь человеческие головы — нелегкая ноша. — Что вы болтаете? — закричал Якоб. — Устать-то я и вправду устал, но я нес не головы, а кочаны капусты. Вы купили их у моей матери. — Это ты неверно говоришь. — Сказала старуха и засмеялась, и, раскрыв корзинку, она вытащила из нее заволосы человеческую голову. Якоб чуть не упал, до того испугался. Он сейчас же подумал о своей матери, ведь если кто-нибудь узнает про эти головы, на нее мигом донесут, и ей придется плохо. — Нужно тебя наградить за то, что ты такой послушный, — продолжала старуха. — Потерпи немного, я сварю тебе такой суп, что ты его до смерти вспоминать будешь. Она снова свистнула в свой свисток, и на кухню примчались морские свинки, одетые как люди. В передниках с поварешками и кухонными ножками за поясом. За ними прибежали белки, много белок, тоже на двух ногах. Они были в широких шароварах и зеленых бархатных шапочках. Это, видно, были поварята. Они быстро-быстро карабкались по стенам и приносили к плите миски и сковородки, яйца, масло, коренья и муку. А у плиты суетилась, катаясь взад и вперед на своих кокосовых скорлупках, сама старуха. Ей, видно, очень хотелось сварить для якобы что-нибудь хорошее. Огонь под плитой разгорался все сильнее, на сковородках что-то шипело и дымилось, по комнате разносился приятный вкусный запах. Старуха металась то туда, то сюда, и то и дело совала в горшок супом свой длинный нос, чтобы посмотреть, не готова ли кушанье. Наконец, в горшочке что-то заклокотало и забулькало. Из него повалил пар, и на огонь полилась густая пена. Тогда старуха сняла горшок с плиты, отлила из него супу в серебряную миску и поставила миску перед Якобом. «Кушай, сынок», — сказала она, — «поешь этого супа, и будешь такой же красивый, как я. И поваром хорошим сделаешься. Надо же тебе знать какое-нибудь ремесло». Якоб не очень хорошо понимал, что эта старуха бормочет себе под нос, и не слушал ее, был больше занят супом. Мать часто стряпала для него всякие вкусные вещи, но ничего лучше этого супа ему еще пробовать не приходилось. От него так хорошо пахло зеленью и кореньями, он был одновременно и сладкий, и кисловатый, и к тому же очень крепкий. Когда Якоб почти что доел суп, свинки зажгли на маленькой жаровне какое-то курение с приятным запахом, и по всей комнате поплыли облака голубоватого дыма. Он становился все гуще и гуще, все плотнее и плотнее, окутывал мальчика так, что у Якоба наконец-то закружилась голова. Напрасно говорил он себе, что ему пора возвращаться к матери, напрасно пытался встать на ноги. Стоило ему приподняться, как он снова падал на диван. До того ему вдруг захотелось спать. Не прошло и пяти минут, как он и вправду заснул на диване в кухне безобразной старухи. И увидел Якоб удивительный сон. Ему приснилось, будто старуха сняла с него одежду и завернула его в беличью шкупу. Он научился прыгать и скакать, как белка, и подружился с другими белками и свинками. Все они были очень хорошие. И стал Якоб, как они, прислуживать старухе. Сначала ему пришлось быть чистильщиком обуви. Он должен был смазывать маслом кокосовые скорлупки, которые старуха носила на ногах, и так натирать их тряпочкой, чтобы они блестели. Дома Якобу часто приходилось чистить туфли и башмачки, так что дело быстро пошло у него на лад. Примерно через год его перевели на другую, более трудную должность. Вместе с несколькими другими белками он вылавливал пылинки из солнечного луча и просеивал их сквозь самое мелкое сито, а потом из него пекли для старухи хлеб. У нее во рту не осталось ни одного зуба, потому-то ей приходилось есть булки из солнечных пылинок, мягче которых, как все знают, нет ничего на свете. Еще через год Якобу поручено было добывать старухе воду для питья. Вы думаете, у нее был вырыт на дворе колодец или поставлено ведро, чтобы собирать в него дожденную воду? Нет, простой воды старуха и в род не брала. Якоб с белками собирал в ореховой скорлупке росу с цветов, и старуха только ее и пила. А пила она очень много, так что работа у водоносов была по горло. Это тоже оказалось не очень-то легким делом. Полы-то ведь были стеклянные, на них дыхнешь, и то видно. Якоб чистил их щетками и натирал суконкой, которую навертывал себе на ноги. На пятый год Якоб стал работать на кухне. Якоб прошел все должности от поваренка до старшего пирожного мастера и стал таким опытным и искусным поваром, что даже сам себе удивлялся. Чего он только не выучился стряпать. Самые замысловатые кушанья, пирожния двух сортов, супы из всех трав и корейнев, какие есть на свете. Все он умел приготовить быстро и вкусно. Так Якоб прожил у старухи лет эдак семь. И вот однажды она надела на ноги свои ореховые скорлупки, взяла костыль и корзину, чтобы идти в город, и приказала Якобу ощипать курицу, начинить ее зеленью и хорошенько подрумянить. Якоб сейчас же принялся за работу. Он свернул птице голову, ошпарил ее всю кипятком, ловко ощипал с нее перья, выскоблил кожу, так что она стала нежная и блестящая и вынул внутренности. Потом ему понадобились травы, чтобы начинить ими курицу. Он пошел в кладовую, где хранилась у старухи всякая зелень и принялся отбирать то, что ему было нужно. И вдруг он увидел в стене кладовой маленький шкафчик, которого раньше не замечал. Дверца шкафчика была приоткрыта. Якоб с любопытством заглянул в него и видит, там стоят какие-то маленькие корзиночки. Он открыл одну из них и увидел диковинные травы, каких ему еще никогда не попадалось. Стебли у них были зеленоватые, и на каждом стебельке ярко-красный цветочек с желтым ободком. Якоб поднес один цветок к носу и вдруг почувствовал знакомый запах, такой же, как у супа, которым старуха накормила его, когда он к ней пришел. Запах был до того сильный, что Якоб громко чихнул несколько раз и проснулся. Он с удивлением осмотрелся кругом и увидел, что лежит на том же диване в кухне у старухи. «Но и сон же это был!» Прямо будто наяву подумал Якоб. «То-то матушка посмеется, когда я ей все это расскажу, и попадет же мне от нее за то, что я заснул в чужом доме, вместо того, чтобы вернуться к ней на базар». Он быстро вскочил с дивана и хотел бежать к матери, но почувствовал, что все его село точно деревянное, а шея совсем окоченела. Он еле-еле мог шевельнуть головой. Он то и дело задевал носом за стену и за шкаф, а раз, когда было повернулся, даже больно ударился о дверь. Белки и свинки бегали вокруг Якоба и пищали. Видно, им не хотелось его отпускать. Выходя из дома старухи, Якоб поманил их за собой. Ему тоже было жалко с ними расставаться. Но они быстро укатили назад в комнаты на своих скорлупках, и мальчик долго еще слышал издали их жалобный писк. Домик старухи, как мы уже знаем, был далеко от рынка, и Якоб долго пробирался узкими извилистыми переулками, пока не добрался до самого рынка. На улицах толпилось очень много народу, где-то поблизости, наверное, показывали карлика, потому что все вокруг Якоба кричали. «Посмотрите, вот безобразный карлик! И откуда он взялся? Ну и длинный же у него нос! А голова прямо на плечах торчит без шеи! А руки-то, руки, поглядите, до самых пяток!» Якоб в другое время с удовольствием сбегал бы поглядеть на карлика, но сегодня ему было не до того, надо было спешить к матери. Наконец, Якоб добрался до рынка, он порядком побаивался, что ему попадет от нее. Ханна все еще сидела на своем месте, и у нее в корзине было порядочно овощей, значит, Якоб проспал не особенно долго. Уже издали он заметил, что его мать чем-то опечалена. Она сидела молча, подперев рукой щеку, бледная и грустная. Якоб долго стоял, не решаясь подойти к матери. Наконец-то он собрался с духом и, подкравшись к ней сзади, положил ей руку на плечо и сказал, «Мам, что с тобой? Ты на меня сердишься?» Ханна обернулась и, увидев Якоба, вскрикнула от ужаса. «Что тебе нужно от меня, страшный карлик?» – закричала она. «Уходи! Уходи! Я не потерплю таких шуток!» «Что ты, матушка?» – испуганно сказал Якоб. «Ты, наверное, нездорова. Почему ты гонишь меня?» «Говорю тебе, уходи своей дорогой!» – сердито крикнула Ханна. «От меня ты ничего не получишь за твои шутки, противный урод!» Она зашла с ума, подумал бедный Якоб. «Как мне теперь увезти ее домой?» «Мамочка, посмотри же на меня хорошенько!» Сказал он, чуть не плачь. «Я ведь твой сын, Якоб». «Не, это уж слишком!» – закричала Ханна, обращаясь к своим соседкам. «Посмотрите на этого ужасного карлика! Он отпугивает всех покупателей, да еще смеется над моим горем. Говорит, я твой сын, твой Якоб, негодяй этакий!» «Торговки, соседки Ханны разом вскочили на ноги и принялись ругать Якоба. «Как ты смеешь шутить над ее горем!» «Ее сына украли семь лет назад!» «А какой мальчик был!» «Прямо картинка!» «Убирайся сейчас же!» «Не то мы тебе глаза выцарапаем!» «Бедный Якоб не знал, что подумать!» «Ведь он же сегодня утром пришел с матерью на базар и помог ей разложить овощи. Потом отнес к старухе домой капусту. Зашел к ней, поел у нее супу, немного поспал и вот теперь вернулся». О торговке говорят про какие-то семь лет. «И его Якоба называют противным карликом!» «Что же с ним такое случилось?» Со слезами на глазах Якоб побрел с рынка. «Раз мать не хочет его признавать, он пойдет к отцу!» «Посмотрим, — думал Якоб. Неужели и отец тоже прогонит меня?» «Я стану у двери и заговорю с ним». Он подошел к лавке сапожника, который, как всегда, сидел там и работал. Стал возле двери и заглянул в лавку. Фридрих был так занят работой, что сначала не заметил Якоба, но вдруг случайно поднял голову, выронил из рук шила и дратву и вскрикнул. «Что это такое? Что такое?» «Добрый вечер, хозяин!» Сказал Якоб и вошел в лавку. «Как поживаете?» «Плохо, сударь мой, плохо!» Ответил сапожник, который тоже, видно, не узнал Якоба. «Работа совсем не ладится. Мне уже много лет, а я один. Чтобы нанять подмастерье, денег не хватает». «А разве у вас нет сына, который мог бы вам помочь?» Спросил Якоб. «Был у меня один сын. Якобом его звали», — ответил сапожник. «Теперь было бы ему годков двадцать. Он бы здорово поддержал меня. Ведь ему всего двенадцать лет было, а такой был умница. И в ремесле уже кое-что смекал, и красавец был писанный. Он бы уж сумел приманить заказчиков. Не пришлось бы мне теперь класть заплатки. Одни бы новые башмаки шил. Да уж, видно, такая моя судьба». «А где же теперь ваш сын?» Робко спросил Якоб. «Про то Господь один знает. Вот уже семь лет прошло, как его увели от нас на базаре. Семь лет?» С ужасом повторил Якоб. «Да, сударь мой. Семь лет. Как сейчас помню. Жена прибежала с базара, воет, кричит. Уж вечер, а дитя не вернулось. Она целый день его искала. Всех спрашивала, не видали ли. И не нашла. Я всегда говорил, что этим кончится. Наш Якоб, что правда, то правда, был пригожий ребенок. Жена гордилась, ему частенько посылала его отнести добрым людям овощи или что-то другое. Грех сказать. Его всегда хорошо награждали. Но я частенько говорил, смотри, Хана, город большой, в нем много злых людей, как бы чего ни случилось с нашим Якобом. Так и вышло. Пришла в тот день на базар какая-то женщина, старая, безобразная, выбирала, выбирала товар. И столько, в конце концов, накупила, что самой не отнести. Хана, добрая душа, возьми да и пошли заснимай мальчика. Так мы его больше не видели. И значит, с тех пор прошло семь лет, весной будет семь. Уж мы и объявляли о нем, и по людям ходили, спрашивали про мальчишку, его ведь многие знали, все его красавчика любили. Насколько не искали, так и не нашли. И женщину ту, что у Хана овощи покупала, никто с тех пор не видал. Одна древняя старуха, девяносто уже лет на свете живет, говорила Ханне, что это может быть злая колдунья Крейтервейск, что приходит в город раз в пятьдесят лет закупать провизию. Так рассказывал отец Якоба, постукивая молотком по сапогу и вытягивая длинную вощеную дратку. Теперь, наконец, Якоб понял, что с ним случилось. Значит, он вовсе не сон видел, а вправду семь лет был белкой и служил у злой колдуньи. У него прямо сердце разрывалось досады. Семь лет жизни у него украла старуха, а что он за это получил? Научился чистить кокосовые скорлупки и натирать стеклянные полы да всякие вкусные кушанье выучился готовить. Долго стоял он на пороге лавки, не говоря ни слова. Наконец, сапожник спросил его. «Может быть, вам что-нибудь у меня приглянуло, сударь? Не возьмете ли пару туфель или хотя бы футляр для носа?» «А что такое с моим носом?» Сказал Якоб. «Зачем мне для него футляр?» «Воля ваша», ответил сапожник. «Но будь у меня такой ужасный нос, я бы осмелюсь сказать, прятал его в футляр. Хороший футляр из розовой лайки. Взгляните, у меня как раз есть подходящий кусочек. Правда, на ваш нос понадобится немало кожи. «Но как вам будет угодно, сударь мой? Ведь вы, верно, частенько задеваете носом за дверью?» Якоб ни слова не мог сказать от удивления. Он ощупал свой нос. Нос был толстый и длинный, четверти в две, не меньше. Видно, злая старуха превратила его в урода. Вот почему мать не узнала его. «Хозяин, чуть не плача, сказал он, нет ли у вас здесь зеркала? Мне нужно посмотреться в зеркало. Обязательно нужно. Сказать по правде, сударь, не такая у вас наружность, чтобы было чем гордиться. незачем вам каждую минуту глядеться в зеркало. Бросьте эту привычку. Уж вам-то она совсем не к лицу. Дайте, дайте мне скорее зеркало. Уверяю вас, мне очень нужно, я правда не из гордости. Дано вас совсем. Нет у меня зеркала. У жены было одно малюсенькое, да не знаю, куда она его задевала. Если уж вам так не терпится на себя посмотреть, вон, напротив, лавка цирюльника Урмана. У него есть зеркало, раза в два больше вас. Глядитесь в него, сколько душе угодно. А затем, пожелаю вам доброго здоровья». И сапожник легонько вытолкнул якобы из лавки и захлопнул за ним дверь. Якоб быстро перешел через улицу и вошел к цирюльнику, которого он раньше хорошо знал. «Доброе утро, Урбан», сказал он. «У меня к вам большая просьба. Будьте добры, позвольте мне посмотреться в ваше зеркало». «Сделайте одолжение. Вон оно стоит в левом простенке. Попробуйте, полюбуйтесь на себя. Вы ведь настоящий красавчик. Тоненький, стройный, шея лебединая, руки словно у королевы, а носик курносенький. Лучше нет на свете. Вы, конечно, немножко им щеголяете, но да все равно посмотрите на себя. Пусть не говорят, что я из зависти не позволил вам смотреться в мое зеркало. Посетители, которые пришли к Урбану бриться и стричься, оглушительно хохотали, слушая его шутки. Якоб подошел к зеркалу и невольно отшатнулся. Слезы выступили у него на глазах. Неужели это он? Этот уродливый карлик? Глаза у него стали маленькие, как у свиньи. Огромный нос свешивался ниже подбородка, а шеи как будто и совсем не было. Голова глубоко ушла в плечи, и он почти совсем не мог ее повернуть. А ростом он был такой же, как семь лет назад. Совсем маленький. Другие мальчишки за эти годы выросли вверх, а якоб рос в ширину. Спина и грудь у него были широкие-преширокие. Он был похож на большой, плотно набитый мешок. Тоненькие, коротенькие ножки едва носили его тяжелое тело. А руки с крючковатыми пальцами были наоборот длинные, как у взрослого мужчины, и свисали почти до земли. Таков был теперь бедный бедняга Якоб. На этом первая часть нашего путешествия подошла к концу. И если вы хотите узнать, что ждет нашего героя дальше, и почему родители не признали маленького Якоба, то чистите зубки, умывайте личико, и ложитесь спать. И тогда завтра я снова приду к вам, чтобы продолжить свой рассказ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова